На Соленом переулке завершается замена фонарей уличного освещения. Работы ведутся на пешеходной части на участке от улицы Пестеля до Гангутской. Все установили 26 новых фонарей. Евгений Старов продолжит, он сейчас на прямой связи со студией. Женя, вписываются ли новые фонарей в облик нашего города? Саша, ну я думаю, ты и те, кто вспомнит сейчас, как выглядели опоры фонарей, сами фонари до замены, те наверняка, как и я, придут к выводу, что новые действительно вписываются лучше. Вот на фоне исторических фасадов этих зданий действительно смотрятся весьма симпатично. И самое главное, они отличаются от своих предшественников не только какими-то эстетическими свойствами и красотой. Но подробнее об этом поговорим с директором Ленцвета. Сергей Викторович, спасибо, что уделяете нам время. Здравствуйте. 26 опор, если меня не изменяет память. 26 опор, 96 светильников. 96 светильников, светодиодные. То есть не только из-за эстетических соображений было принято решение о замене? Конечно, в результате строительства будет заменена подвесная сеть, уйдут длинные растяжки, в том числе через... То есть давайте покажем зрители, вот то, что вот посередине у нас. Да, которое проходит через сад Данила Гранина. То есть мы освободим, фактически небо будет чистым. И новый свет, он такой хрустальный, приятный глаз, световая температура теплого номинала 3000 кельвинов. 3000 кельвинов. Давайте для непосвященных, для неуглубленных в эти понятия людей объясним. Это ярче, чем было, или это как-то по-другому? Было совсем очень плохо, на мой взгляд, потому что стояли матовые круглые светильники, которые фактически не несли никакую функциональную роль. На сегодняшний день будет, как уже сказано, демонтирована подвесная сеть. И вот с этих прекрасных фонарей будет освещаться проезжая часть. Хотел бы сказать, что проекты реализуются в рамках такого глобального сотрудничества между городом Санкт-Петербургом и Газпромом. То есть это вот тот адрес и череда адресов, которые в центре города, на которых меняется освещение. Особенность этого проекта, значит, прокладка кабельных трасс, реализованный методом горизонтально направленного бурения. То есть вот, давайте объясним, да, вот мы видим, да, деревья у нас сохранены, ограждение, и получается, весь кабель, он проходит именно под землей. То есть впереди еще восстановление благоустройства. Да, благоустройство, но хотел бы сказать, что основные работы завершены, и там в ближайшее время планируется уже открытие этого адреса. Опоры, кстати, гармонируются с фонарями Академии Штиглица. Давайте посмотрим, да, напротив нас Академии Штиглица. 19 век на самом деле, и в принципе, нам есть чем гордиться и в 21 веке. Посмотрите, какой каннелюр на опорах. То есть, в принципе, они станут украшением данной улицы, на которой можно будет проводить и продолжать проводить различные мероприятия культурного характера. Да, мы знаем, на Соленом переулке часто проводятся самые различные мероприятия. Сегодня так солнечно, я не знаю, мы, наверное, как-то говорим про фонари, а оказались в какой-то, наверное, даже тени солнца сзади. Экономия по энергосбережению здесь составит коэффициент три раза. То есть экономичнее в три раза? Конечно, конечно. Было 19 нагрузка, стало где-то порядка 8 там. Ничего себе, это очень существенная разница. И при этом светлее. Конечно. Норма освещенности в полтора раза выше норматива и делается с запасом, как всегда, при строительстве. Спасибо большое за эту информацию, друзья. Ну, как мы видим, да, монтаж практически завершен. Все опоры, вот уже мы видим, стоят внутри светильники светодиодные. Действительно, это видно. Если присмотреться, в полтора раза светлее, в три раза экономичнее. Ну, а с точки зрения красивости, я думаю, каждый должен делать выводы сам, насколько здесь стало симпатичнее. Слово студии. Спасибо, Женя. Евгений Старов был на прямой связи со студией.